всем привет я собираюсь сегодня на работу схожу на загар моментальный и пойду на работу как ваши дела как ваш день проходит ваша среда красотка спасибо у котенька зашли какая красотка о катенька какая катенька и катенька и тебя по секрету что такая живая стала да мне нравится стриф мне нравятся танцы но все равно тяжеловато конечно после отношений возвращаться в стриф когда ты голода танцевал для одного мужчина сейчас тяжело воспринимать других мужчин очень помимо своего мужчины очень тяжело воспринимать других мужчин ну типа ты как бы да перестраиваешься то есть такой момент перестройки происходят лоджо зашел фри и джо все зашел заодно а тяжело после отношений заходить обратно в стрип но мне нравится в этот раз я зашла немножко с другой такой знаете как бы мотивации да что я хочу протощаться в этом и стать лучше поэтому как бы здесь наверное больше такого уже стоит профессиональный вопрос нежели вопрос только заработать денег как бы если уже окунулась в эту сферу то нужно ставиться лучший как то так короче я решила пока что попробовать у меня еще в планах поставить дома пилон я еще дома себе оборудовала небольшую звукозаписывающую студию у меня диджейская стойка микрофон но к сожалению микрофон у меня сейчас не подключается я не могу петь планирую ввести стримы ну короче пока что вот все находится в процессе в таком вялотекущем вот но тем не менее я это делаю вот такие пирожочки танцую очень много тренируюсь очень много что я прихожу с клуба потом идем тренировку единственно конечно что очень скучаю по ребенку на планирую что когда закончится уже ремонт и когда я уже закончу все вот эти вот моменты я перевезу ребенка суда то есть зимой я планирую что ребенок будет со мной вот поэтому надеюсь что вот все у меня получится как я планировала все будет хорошо хотя сейчас очень неспокойно мне на сердце но что поделать стриптиз требует очень много самоотдачи так почему у меня такой хреновый актив в прямом эфире непонятно непривычно видеть конечно 18 человек на прямом эфире после 100 после 200 человек очень непривычно ребятки она получила и Y I don't understand, I'm so sorry. Привет. Привет, селеники. Как твои дела? Где ты находишься? Отлично, отлично. Ты как? Я вот на берегу моря тебя вспоминаю. Всегда тебя вспоминаю. Что за море? Это где такое находится? Это черное, черное море, черное, как я. Видишь, правда, меня здесь плохо подстригли. Смотри, как плохо подстригли, здесь стричь не умеют. Поэтому сюда за бьюти сферы лучше не приезжать, отвечаю. А где это еще раз находится? Я в Кабулете. Знаешь такой город? Нет. Ну, я вот о нем недавно узнал. А что за Кабулет? Где ты находишься? Кабулет, в натуре, ты скажешь. В Кабулете это в Грузии. Грузия, знаешь, где я ж, грузин? А, Грузия. Грузия, понятно. Не, я не планирую в Грузию. Я планирую работать в Москве и планирую зарабатывать денежки в Москве. Так что мне хорошо здесь пока. Я ж тебя не зову здесь жить постоянно, как бы. А на что ты меня завез? В смысле на что? На какие деньги ты имеешь в виду? Нет, на что ты меня завез, для чего ты меня завез? Ну как, для чего? Мы с тобой знакомы давно. Ты знаешь Павла Викторовича, ты знаешь всех моих друзей. Мы очень хорошо... Я думал, друг друга знаем. Вот, поэтому, я думаю, ничего сверхъестественного не было в том, чтобы ты совместно еще с кем-то, возможно, посетила это прекрасное место под названием Кабулетик. Я, конечно, стилю красивую. Там так мало женщин, что ты меня туда зовешь. Тут очень много женщин, как бы. Но почему ты себя к ним приравниваешь, тоже непонятно. Поэтому, нет... Я не все женщины, да, скажи мне? Не все, это не все. Правда. Ребят, это мой друг, если что, я вам хочу сказать. Это мой, это мой друг, да, он забавный. Это мой друг. Мы сколько с тобой дружим? Мы с тобой дружим уже пять лет. Четыре. Пять лет, вы представляете, с человеком я дружу пять лет. Уже сколько? Я уже родила, я уже просто, я не знаю, что я только сделала. Как еда в Кабулете? Как вообще там погода? Стой, еще раз. Как еда в Кабулете? Как погода? Чем ты там питаешься? Я питаюсь. Вот эти. Это что такое? Это вкусная еда. Это хачапури лодочка. Лодочка хачапури, знаешь? Да, 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 знаю. Но это поведение нельзя такое. Это моя жена, кстати. Да? Приятно познакомиться, жена. Вероника поднимируется. Что, реально жена? Конечно, блин, много времени прошло, поэтому... Когда ты успел жениться, братишка? Да, буквально позавчера я сделал предложение. Покажи кольцо. Я купил полтора каратное. Оно даже не налазит с ней на руку. Нет, девчонка-то красивая. Да, девчонка вообще бомба. Такая породистая, породистая такая. Породистая такая. Вот и правильно сказала. Мне нравится такие женщины, породистые красивые. Крисия, я познакомлю. Да? Хорошо. Вы, короче, обедаете, наслаждаетесь пляжем. Короче, у меня к тебе вопрос. Давай. Ты когда-нибудь взял бы себе в жены женщину-стриптизершу? Конечно. Если бы она работала в Хефнере, я бы ее взял обязательно. Но только там. Но только там, ответьте. Потому что другие места я просто не признаю. Селена, там работают только высококвалифицированные девочки, прекрасно владеющие своим телом, вроде тебя. Мы-то помним с тобой, как ты поешь, как ты двигаешься, и даже как ты прикольно кушаешь. У тебя получается все. Сложно представить, конечно... Я прикольно кушаю? Это как это? Да. Не-не, помнишь, когда ты приехала только с Пашей? Ты была с Сабинити? Сабиной. Да, Сабинити я ее называю. Селенинити и Сабинити, да? У тебя была, да, Селенинити и Сабинити. У тебя были такие прикольные волосы, была похожа. Да и сейчас Джоли на тебя похожа, чтобы ты понимала. Не ты на Анжелину, а Джоли на тебя похожа. Вот. И ты так аристократично все перемалывала, ела, резала аккуратненько. Потом наступал вечер, потом наступал вечер, и ты просто сюда! Сюда! Просто добрый вечер, меня зовут Селена. Да. Было весело. Это я такая! Я... У меня есть пару видео, но, к сожалению, у меня в другом телефоне. Давай! Ты будем! Давай! Ты ты вот... Там, по-любому, трэш какой-то, да? Ну, я не знаю, что для тебя трэш, вернее, знаю. Поэтому это для тебя... Это для тебя норм. Для меня тоже, в принципе. Человек с такой прической, как можно... Смотри, просто уничтожил меня. Ты чё? А что ты тебе уничтожил? Что тебе сделали? Я спросил, где здесь в городе нормальный барбер? Мне сказали, там одна женщина. Я прихожу, там женщина лет шестидесяти сидит, у неё, бля, одна расчётка и одни ноги. Я хуй знает, как у меня это получилось ещё. Она... Там пиздец. Блядь. Блядь. Да. Так, ладно, хорошо. И... Ладно, а чтобы ты выбрал, например, дочь лесбиянка или дочь проститутка? но мне кажется лесбиянка я могу объяснить почему я бы выбрал лесбиянку только потому что хотя не даже на похуй кого если честно и тогда дорогой проституткой тут тогда дорогой проституткой потому что дешевые не нужны нахуй дешевым она бы всем давала дорога она такая папик мапик там всякая хуйня вот дорогой дорогой проституткой если есть такой вариант я выбираю его твоя реакция я скажу я просто не знаю как на это ответить не знаю я скажу что ну сегодня ты не моя дочь молодец работаешь а ты на работе скажу она скажет да я сказал окей и все тут прикольно кстати смотри это клуб мы ночь только открываемся поэтому и хочешь здесь танцевать вон там будет танцевать ты реально открыл свой клуб ну да с кем совместно нет серьезно говорю что мне сделать прыгнуть отсюда а то место мы закрыли до которые вот на балмонской на балмонской его снесли просто все здание снесло мы сделали там начали клуб делать где-то 15 или 17 миллионов потратили и короче его его короче прикрыли вот такая херня вселенники понятно как то у меня не пусты с людьми почему-то видимо я настолько редко захожу в прямой эфир что у меня всего 20 человек обычно у меня сторис смотрят больше а вот на эфире у меня почему-то столько людей непонятно тем просто лень тем просто лень вот это вот нажимать этот переходить туда смотри у меня реально же вот у меня сторис смотрит насколько вилка у меня охвата в 10 тысяч но от 10 тысяч меня смотрят скорость людей а вот на прямой эфире приходит всего 20 человек а чем ведь не знаю нужно больше трэша себе нужно больше трэша больше я не хочу больше трэша знаешь мне тяжело потом увозить этот трэш как-то хочется знаешь уже себя лицетворять немножко с другими человеком ну правда вот знаешь как бы когда я начинаю себя трэшова вести меня же ни один мужчина потом не воспринимает он думает блядь со мной потом один мужчина семью строить не хочет блядь они думают что я его детей блядь потом как-нибудь убью закопаю расчленю там я не знаю понимаешь значит они не смотрят тебе в душу зачем тебе такие нужны как он может не смотреть в душу если я как он может это разбить представляю что он ушел на работу приходит вечером а дома блядь вот если бы я захотелось и мужчина выбрать себе в семью ну как бы в жизнь я такая беру и выбираю себе там не знаю блядь мужика который там не знаю джокера какого-нибудь раздесованного не знаю да всего я хожу домой блядь а там все дети в татуировках потом сидят все стены короче и я такая здрасьте блядь короче пока что решила немножко знаешь поубавить стресс в своей жизни потому что иначе я так замуж никогда не зачем тебе замуж когда у тебя и так все хорошо ну вот цель твоего замуж да я хочу я хочу знаешь засыпать членом во рту и просыпаться понимаешь они с этим как его не со строго я тебе скажу засыпать членом во рту и просыпаться можно даже без замужества законить свой секс ты имеешь ввиду конечно законить свой секс чипировать конечно это пока я люблю своего бывшего этому этому не бывать это я вообще не кажется ни кого не переключу раз ты любишь своего бывшего да я люблю собор из него борись за него приглашай приглашай его в хефнер говорит что пожалуйста мне проще к нему в турцию приехать отжать у него аптеку короче стать его хозяйкой у него одна аптека в турции слушай ну у него аптечный бизнес причем то есть с моей подачи он туда полетел блядь стал пизда там блядь я охуел от этой жизни понимаешь нихуясь он охуела проценты не хочешь давать нет ну я скоро пойду забирать эти проценты я заберу вот пусть вот мы с ним как бы ну бывает не каких-то вот мы с ним знаешь вот иногда мы с ним ссоримся на галлосе поступает не очень хорошо но есть момент очень хорошего который мне жалко значит человека но правда ну как в каких-то моментах он очень хорош поэтому не надо это невыгодно так люблю я всех люблю да я вообще добрый парень ты же знаешь меня я же добрый приезжай селена правда как как-нибудь не знаю здесь здесь тебе точно ничего не потребуется я имею ввиду можешь ребенку взять да а потом скажешь мне давай это как его пищу в рот и я отрабатываю никто тебе не сказать и не скажу мне здесь есть не слушай но если я прилечу то привечу только если там я не знаю если это действительно будет безопасно но в бывшем прилетим если что пока что я в москве полетим тебе и прилечу к тебя за своим парнем короче что ребенком я бы на самом деле слетала куда-нибудь но но точно не ближайший месяц потому что у меня как подождите здесь у меня маленькая это надо официантом короче подсказать что зачем сейчас люди просто зашли а пока я здесь ушел кстати вот эта вот штучка очень вкусная не знаю мне нельзя такое вообще у меня сразу от этого ляхи раскуртся я станцор мне только все пп можно лишь я тебе я тебе на 6 человек поднял этот как у нас на семи же видишь вот этих вот прямых и сирников марьяна олеся все девочки тебя смотрят девочки приезжайте все в кабулете заходите в ванную отдыхайте я буду здесь тоже у тебя тоже у тебя там ресторан вот здесь вот будете смотрите здесь просто шторм маленький короче а вот и поэтому никто не купается и закрыта вот этим полиэтиленом я поняла да самое то с ребенком купаться ой самое то самое то там с ребенком же просто охренеть у тебя будет толпа сейчас вообще ты представляешь я пока что это у меня это в сердце любовь тут знаешь как красиво ухаживают селена не знаешь как только узнаешь ты здесь жить захочешь готовы все свои последние деньги отдать чтобы девушка улыбнулась но тебе такие не нужны которые последние на это дело дают поэтому я знаю высокие я же тебя не предлагаю тебе мне нравится поэтому знаешь не очень сложно знаешь перебить красавчик да поэтому я люблю красивых исключительно красивых а вот внутри не получается не очень там есть моментик но знаешь есть есть такие моменты на которые из-за которых я закрываю на это глаза свои иногда можно прикрыть глазки вот так вот грузии смотри вот грузии да даже если девушка грузии смотри вот так вот так вот так вот так вот так вот так вот мы продолжаем диалог это был мой друг из грузии что вы думаете по этому поводу вообще жили бы вы жили жили бы вы в грузии вы все бывали были в грузии я такая была в грузии и и и и и Просто, Лёша, привет, сказал бы, и всё. Привет, Лёша. Я же не вижу, кто в вами заходит на эфир. Точнее, я вижу, но... Не знаю. Меня очень расстраивает, что у меня столько людей, а на эфир, конечно, хочет 15. Надо что-то с этим делать. Лёша собралась тут по своим делам. В улице дождик пошёл. Где что-то совсем... Да, тормозит. Поэтому, да, такие просмотры. Ладно, ребятки.